Для меня стресс сейчас, это когда я начинаю ни с того, ни с сего, я долго искала обозначение этому, я называю это либо червячок, который в тебе начинает, либо можно крючочек его назвать, то есть смотрите, вот вы двигаетесь по своему дню, я сейчас расскажу эту ситуацию, вы напишите мне, знакомо ли вам это, вот все хорошо, у вас хорошее настроение, и раз в какой-то момент вы ловите себя на мысли, что у вас внутри что-то такое зудит, зудит, что-то там происходит, очень часто мы проходим мимо этого состояния и просто как бы его пытаемся, но если задать себе вопрос, а что я, что зудит-то, что за червячок-то, почему свербит-то, и ты себе отвечаешь на вопрос, ну как же, ну вот ты же письмо только что там открыла, прочитала, написали, например, балкон вам стеклить будут на месяц позже, и вот твое состояние вроде бы поменялось, но оно поменялось на чуть-чуть, ты просто чувствуешь, что это вот внутри какой-то дискомфорт появился, или червячок, или крючочек, да, вот недовольство, правильно, или загрустил ты, или расстроился из-за чего-то, и на самом деле, когда я отвечаю на ваши письма, вижу ваши комментарии, я иногда, иногда я, ну я так же, но я иногда поражаюсь, на чему, на что, вернее, как это правильно сказать, из-за чего люди расстраиваются, из-за чего расстраиваемся, там, на самом деле, ну, ключики мы не можем найти, разозлились, или, я не знаю, там, ребенок что-то не так сказал, или подумаешь, балкон всего лишь на, через, там, 4 недели застеклят, но ведь главное застеклят, а мы расстраиваемся, мы позволяем этому червячку внутрь себя заползти, сейчас я, ой, вот, извините, и если мы с этим червячком не справимся, если с этим крючочком не справимся, потом, да, начинает чувство тревоги, или, или вообще, вот оно все накладывается, 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 и я теперь каждый раз, как только у меня появляется червячок, я вам даю алгоритм, как я с ним работаю, и так, как я только чувствую этот внутренний дискомфорт, я задаю себе вопрос, я боюсь, или я злюсь, помните, да, две основные эмоции, страх и злость, и я задаю себе вопрос, я, то есть, я поняла, а, вот из-за этого, из-за этой ситуации, вот, я вспомнила, что свербит у меня, потому что вот из-за этого письма, хорошо, я разозлилась из-за этого, или я расстроилась? Это первый вопрос. Следующее, что вы делаете, вы определяете глубинное переживание, и для этого вы задаете себе следующий вопрос. Предположим, вы сказали, я злюсь, я злюсь почему? Потому что я чувствую безнадежность, потому что я чувствую беспомощность, потому что я чувствую покинутость, потому что я чувствую отверженность, или потому что я чувствую нехватку контроля. В данном случае, например, как я привела пример, я могу сказать, я злюсь, потому что я не могу контролировать ситуацию. То есть эта ситуация зависит от внешних людей, от других людей. Но я себе позволила разозлиться из-за того, что я не контролирую данную ситуацию. То есть вы определяете глубинную эмоцию или глубинное переживание. Следующее, что я делаю, я задаю себе вопрос. Когда в детстве я испытывала это переживание, со мной эта ситуация была, я это испытала. И я позволяю просто моему воображению, мы никогда не узнаем, была эта ситуация или нет, может быть, всплывет то, что было, но, как правило, то, что мы помним, не всегда реально. Смысл не в этом. Например, вы задаете себе вопрос. Когда в детстве была ситуация, и я испытала то же самое чувство, отсутствие контроля. Мне кажется, я рассказывала на одном из... И это может быть все, что угодно. Игрушку мне кто-то в песочнице не дал. Я вспоминаю эту ситуацию, я вижу себя, предположим, трехлеткой, пятилеткой, десятилеткой, неважно, какая картина вам нарисуется. И мы занимаемся исцелением внутреннего ребенка. Это наш внутренний ребенок. Эта эмоция затригерила то переживание, далекое переживание. Когда я пережила? Позволяйте своему воображению нарисовать эту картинку вас с этим переживанием. И после этого вы проводите процесс исцеления. И он, как правило, тоже занимает мало времени. И у меня процесс исцеления выглядит так, что я взрослый, подхожу к этому ребенку, мне нравится взять его себе на колени. Я объясняю ребенку ситуацию, предположим, что это нормально, что не все хотят делиться у людей своей вещью и точно так же у детей. То есть я себе ребенку даю интерпретацию той ситуации с позиции себя взрослого. Мы сейчас, взрослые, можем практически любую ситуацию, что происходит, объяснить. То есть мы вступаем в права взрослого человека, объясняем эту ситуацию ребенку, позволяем ребенку соединиться с нами, вырасти в нас. И как правило, когда вы открываете глаза, я делаю это на ходу. Я делаю это. Да, скорее всего, вы не вспомните. Я же вам говорю, что ситуация произошла, где-то что-то произошло. Просто позвольте любую ситуацию, придумайте ее, представьте себя на подоконнике, одиноким, в углу, я не знаю, на улице, брошенным. Какая любая ситуация. И просто подойдите к себе, ребенку, возьмите его на руки так, как вы можете. Обнимите его, объясните. Что бывает, что родители задерживаются на работе. Например, такая будет ситуация. Мне вспоминается ситуация, как и на подоконнике. Сижу очень поздно, темно. На самом деле, скорее всего, не было поздно и не было темно. Но я в тот момент ощущала себя покинутой, потому что мне было страшно. Мне казалось, что родители никогда не придут. И вы прорабатываете эту ситуацию, объясняете вам, ребенку, что на самом деле родители же в итоге пришли. Ну, так же оно и есть. Но на тот момент заикарилось то состояние. И с ним я, скорее всего, тащила все свои 40-плюс лет. Понимаете? И, как правило, когда вы этот очень короткий, быстрый процесс, мы скоро его проделаем, выполняете, неважно, не надо. Просто придумывайте. Вам не нужно вспоминать свое детство. Я говорю, что ваша интуиция создаст образ в вас, чтобы вы могли это переживание исцелить. И, как правило, когда вы открываете глаза, вы чувствуете себя совершенно по-другому. Совершенно по-другому. И мне очень это помогает. И вот я говорю, что этой техники нет в методе Сильва, но она соединена из нескольких. Это управление стрессом вместе с созданием новых убеждений. Просто мы само переживание вспоминаем. Поэтому мое предложение вам. Мы сейчас с вами сделаем упражнение. Оно будет чуть ли неей. Помните, что мы делаем в методе Сильва? Нет. Вот помните, кто-то написал, а что, если это не червячок, а змеище, да, змей? Вот вы сможете уменьшить, и, может быть, конечно, со временем прорабатывая, избавитесь. Но, опять-таки, мы постоянно как бы в новой ситуации. И это нормально, что, может быть, даже в какой-то более взрослой позиции мы позволяем себе бояться и не прорабатываем эту ситуацию. То есть... Но у нас есть инструменты, когда мы можем прям очень быстро проработать. То есть вступить в права взрослого. Сказать, дорогой мой ребенок, сейчас во мне проснулся ребенок, который боится или злится. И вы можете вступить в права взрослого, да, и разрешить эту ситуацию с позиции взрослого. Поэтому я предлагаю, что мы сделаем сейчас упражнение. Оно будет чуть длиннее, чем если бы вы выполняли это упражнение сами. А вы, ваше домашнее задание будет взять его себе в арсенал, да, в использовании. И, пожалуйста, сегодня, завтра, послезавтра, в ближайшее время, как вы будете вспоминать, или вообще себе запишите, попробуйте его выполнять. И оцените свое состояние. И сегодня давайте мы... Я вам просто скажу, вспомните ситуацию дискомфорта. И вы сразу понимаете, да, дискомфорт. Это, например, кто писал, что сегодня... Может быть, на этой неделе что-то случилось. Кто-то вам что-то сказал, кто-то прислал, что-то ребенок сказал, муж что-то не сделал, или жена, и так далее. Цветы не подарили, не поздравили, да. Ну, то есть все, что угодно. Вот это состояние перехода от состояния комфорта в дискомфорт. И он может выражаться у всех по-разному. Кто-то расстраивается, кто-то начинает грустить, у кого-то тревога появляется, у кого-то вот, как у меня, начинает что-то сверлить внутри. Или у кого-то, может быть, вообще более сильные, ну, как физические ощущения, да, может быть, там пищеварение останавливается, отдышка появляется, все что угодно. Переход из состояния комфорта, эмоционального, физического, любого состояния дискомфорта. Я вас проведу через два таких, две такие ситуации. Мы сделаем погружение, то есть мы сейчас погрузимся в альфа-состояние, в медитацию. Я вас попрошу вспомнить первую ситуацию, вы ее поработаете. И после этого попрошу вторую ситуацию, чтобы у вас был момент сравнения, разные ли ситуации придут, разные ли состояния эмоций вы определите. В какой-то, в каком-то ситуации вы испытываете злость, а в какой-то ситуации вы испытываете страх. И в этих ситуациях глубинные переживания могут быть разные, да. Я вас проведу, вы не переживайте, запись останется, вы сможете послушать. Я бы, знаете, даже вот добавила бы, да, мы говорили об этом, вот даже в состоянии, когда мы грустим, можно всегда себя спросить, да, почему я грущу, я чего-то боюсь, да. В состоянии, когда, может быть, мы испытали зависть. Тоже можно себя спросить, я боюсь или я разозлился в данной ситуации. То есть вот просто любую ситуацию, которая вам придет, состояние дискомфорта, когда вы испытали. Добавил субтитры, Добавил субтитры,